привет дружище думаю записывать или нет думал рассказать тебе последние события или не рассказывать не рассказывать потому что стыдно потому что все равно стыдно потому что стыдно а вот рассказывать потому что потому что потому что может быть это и есть путь может быть это кому-то поможет в общем все то же самое два события произошло почему рассказывать с андрюхой дунаевым сегодня утром встреча была я сильно сомневался рассказывать или нет но в какой-то момент не решил ему честно рассказать что происходит он согласился выслушать и пока я все это ему рассказывал ну в общем как то все очередной раз разложилось по полочкам в очередной 2017 раз все вокруг одного и того же а еще сына прислал ссылку на трек оксимирона очень сильный трек парня видать колбасит по страшному но записал 10 минутный трек но кто в курсе кто такой оксимирон и что с ним происходит он свою жизнь рассказал 10 минутный трек что с ним творится почитал комент и подумал ну блин может время такое наступает в принципе по жизни сейчас на этой планете время честного признания того что происходит с нашим внутренним мире в нашем внутреннем мире в моем внутреннем мире ну в общем следующий срез очередной срез того что происходит предыдущая запись была после месяца депрессника болезни потом после этого я вышел на работу среду меня опять выключила по полной выходные мы с любимой съездили психологу оксане и там на сессии возник некий образ который проговорил как текущий срез понимания что внутри меня происходит не вот это следующее понимание я и хочу рассказать с одной стороны она потом поменяется пройдет затрется но возможно интересно увидеть и осознать текущую ситуацию в общем ты уже знаешь про личности про субличности про части в общем я хочу рассказать про противостояние частей которые сейчас вышли в осознанность ну или я их вижу определенным образом ну или думаю что вижу определенным образом или или это текущее понимание текущей ситуации опять же определенным образом она выглядит так внутри меня есть часть которая которая назвал ты должен быть наказан я говорил о том что именно с ней я и поработал когда меня отпустила но видимо не все так быстро происходит произошел определенный регресс и возврат вот я ее еще еще сильнее она вступила свои права рулит а сегодня вторник сегодня еду на алтай буддийский центр приезжает лена леонтьева на ретрит планирую там помедитировать заново по другому посмотреть с другой заход сделать с другой стороны в свой внутренний мир ну так вот вот ситуация выглядит так есть часть которая называется которая сейчас называют ты должен быть наказан есть часть которая которую сейчас назвал мессия про часть которую ты должен быть наказан я как раз в прошлый раз рассказывал ее задача одна она ее программа одна ты говно ты плохой ты должен быть наказан и наказание воспринимается когда она перехватывает управление наказание воспринимается как абсолютно как абсолютно должное как будто так и должно быть на всей этой планете земля и то что со мной происходит это истина а вот вторая часть мессия я ее выделил сейчас как отдельную это та часть как раз которая мечтает про 3 миллиарда людей объединенных одной игрой это как раз та часть которая начала вести весь этот дневник с описанием взлетов падений того как происходит у нас развитие социократии терем это как раз та часть которая двигает развивает которая безбашенная в своей мечте бесстрашная в своеобразном образе и которая несмотря ни на что что двигает весь этот проект всю эту ситуацию правильными или не или неправильными действиями правильными или неправильными действиями я до конца наверное не вижу всего клубка взаимодействий сейчас ну и это видео как раз для того как раз для того чтобы разобраться попытаться в очередной раз разобраться но ситуация выглядит так так схематика схема модель выглядит следующим образом я продолжаю жить работать есть куча договоренности по работе даже почти простые встречи которые назначались куча работы которую я должен делать и конечно я ее чувствую и понимаю есть куча людей которые завязаны на эту ответственность и вот сегодня вторник вчера понедельник вчера я не вышел на работу вчера пришло состояние депрессника и я опять ни хрена не делал никому не отписался и мне капец как стыдно за это так вот противостояние этих частей выглядит так я одна часть меня наказывает наказывает тем что не позволяет мне делать выполнять свои обязательства выполнять свои обещания и я чувствую насколько это хреново и мне больно от того что я не могу выполнять свои обещания и обязательства ну просто хотя бы приходить на встречу если уж я ее назначил и эта часть которая меня наказывает она запрещает мне написать даже уведомление о том что я не приду на встречу таким образом превращая меня в большее говно и таким образом увеличивая страдания переживания за то что какое говно и это наказание ощущать себя говном и вот это наказание воспринимается как что-то должное что я должен быть и если я напишу людям что я не приду на встречу то наказание будет меньше а я должен быть наказан а я должен быть наказан какая-то часть меня сейчас понимает что слушая все это можно подумать ну ты загнался ну и конечно же соберись тряпка хорош заниматься ерундой и пробеги два километра и погуляй займись спортом попей водички все это конечно именно так и выглядит ну типа блять нехер традать ерундой возьми это все дело и все пройдет это так и от этого еще больнее и даже может быть я очень надеюсь что все это пройдет я очень надеюсь что эти периоды закончатся я очень надеюсь что мой селф научиться станет достойным доверия и силы чтобы эти части перестали входить в свое экстремальное состояние с другой стороны вот это продвижение к 3 миллиардам одна часть двигается изо всех сил а вторая часть вот здесь тоже интересное пересечение вот это ты должен быть наказан пересекается с либо либо тот же вот тут как-то спутано потому что страшно страшно совершить действия которые принесут не пользу а глубокий вред людям через эти 3 миллиарда через игру через самореализацию я очень много раз видел страх в глазах людей когда начинаешь с ними заводить разговор про внутренний мир я надеюсь что сейчас я проживаю тот опыт той боли вот этого обращения к своему внутреннему миру мне всегда казалось так легко это же блин чё вы тормозите посмотрите внутрь себя почувствуйте по-настоящему что вы хотите это же так просто я гнал людей почти плетками манипулировал заставлял их это делать и не понимал чё вот ссыки то а вот сейчас сам проживаете состояние безумной внутренней боли я очень надеюсь что сейчас тот опыт который я получаю что поможет мне бережно очень бережно очень бережно относиться к внутреннему миру других людей и перестать торопиться потому что это очень медленный постепенный процесс очень медленный очень медленный и постепенный очень медленный и постепенный я очень-очень надеюсь что именно так сейчас происходит то что со мной происходит в противном случае просто поедет куха продолжаю не бухать 3 месяца 12 дней продолжаю проживать эти состояния продолжаю проживать эти состояния хотя блин чем дальше тем все больше и хуже страшно просто страшно просто страшно все как нет Продолжение следует...